В своей жизни я сушился ровно один раз, ну так, это был какой-то период, скажем, один год, когда я чуть-чуть баловался в районе бодибилдинга, когда у меня была травма спины, я не приседал и не мог выступать на силовых соревнованиях. Никогда я не сушился, мне всегда хотелось быть побольше, сколько сам я от природы не крупный. Я когда начал тренироваться в возрасте 20 лет, полностью сформировавшись со скелетом, полностью уже вырос и все остальное, я весел в районе 72-73 килограмма, что-то типа это. И мне просто хотелось быть поздоровее. Поэтому любая сушка, это, в общем-то, какой-то некий тормоз. Вот как-то просто была у меня такая кондиция неплохая, могу фотку показать. Там, в общем-то, более-менее так все было, не был я таким заплывшим. Я весил тогда на тех фотках, кто у меня есть, там 111 килограмм, примерно нынешний вес, качество другое, конечно. Я там был помощнее, посильнее, при этом суша. Я в целом подсыпался по весу, я сейчас худой, дохлый, причем ушло именно, скорее всего, мясо, потому что на стрессе, именно серьезный стресс там на работе такой, и я как бы начал просто сыпаться. Поэтому не самый удачный момент для нашего проекта и пари. Ну, что есть, то есть, как бы, да, там, заднюю включать нет смысла. Как выглядишь, конечно, интересует, ну, в какой-то степени, потому что, ну, иногда все-таки видишь себя в зеркалах. Ну, это... Ну, есть такая мотивация с нами забиться? Ну, вот это именно является и мотивацией, потому что самостоятельно подписаться под это, да, тяжело. То есть, у нас медосмотр, да? Ну, первое, что нужно сделать, это замеры. Что против? Я не буду дотручок. Это не, это не, это не, это не, это не. Конечно, потеря абсолютного количества жира является не всем корректной, потому что человек, у которого изначально его больше, потерять одинаковое количество килограммов легче, в сравнении с тем, у кого меньше. Потеряв 10 килограмм, уже влезешь чуть ли не в нижнюю границу нормы, то надо быть совсем сухим. А для нас потеря 10 килограмм, это мы в норму зайдем, ну, примерно. Ну, наверное, да? А даже не зайдем еще, да? Поэтому фактически это разные совсем вещи. Если пытаться объективно выстроить, то, конечно, процент, наверное, будет более корректным. Придумайте, пожалуйста, приз победителю. Может, наказание проигравшему тоже? Можно, да. Придумайте, пожалуйста, приз победителю, наказание проигравшему, и мы по вашим комментариям определим, что это будет. Мы все-таки выберем самое адекватное, а не самое популярное, а то я его знаю. Одна из фишек, которую хотелось сегодня показать, немножко обсудить, это уже такой начинающийся тренд, может быть, даже, статодинамический тренинг. Чтобы понимать, что такое, ну, сейчас увидите. Первый раз я сжал с весом 50 килограммов. Штанга весом 50 килограммов. 40 секунд подход, 40 секунд пауза, 40 секунд подход, 40 секунд пауза. И так вот 4, как бы, подхода, сведенные в единую такую серию. Вот там, в статодинамике, это называется как бы одним подходом. Работать надо, доводя ощущения в мышцах до такого ярко выраженного сжения. Прямо так вот, прям очень должно сжечь. Именно из-за этого и прекращается упражнение. Сделав эти 4 подхода, я, конечно, прилично устал, как бы это не было смешно. Вымотался, потный весь был, там, сопел, как паровоз. В общем, было непросто. Вот, заставить себя психологически было тяжело терпеть. Вроде как-то учить медленно, ты все терпишь, теперь все надо терпеть, терпеть. Ну, такие специфические ощущения. Так вот, на следующий день у меня очень прилично чувствовался трицепс. А на второй день после тренировки этот трицепс болел так, как не болел. Вообще, наверное, много лет я вообще забыл, что трицепс может так чувствоваться после тренировки. Привлеку к тренировке своего сына, вот Сергея там. Салют Египта, привет. Значит, дело в том, что тренироваться в этом режиме необходимо с достаточно четкой фиксацией временных интервалов напряжения и отдыха. Ну, и, соответственно, попрошу сына, чтобы он фиксировал все эти вещи, запустил секундомер и давал мне команды, когда надо прекращать упражнение, когда потом опять его начинать. Я взял, ты стартуешь, да? Ну, давай. Значит, общая идея статус динамического тренинга такова. Мышцы находятся в непрерывном напряжении, они не имеют фазы расслабления. То есть, выполняется движение специально подчеркнуто медленно и в сокращенной амплитуде, не давая себя расслабиться ни на мгновение. На 30 секунд, наверное, надо добавить будет сейчас мне немножко веса. Самое, что интересно, что силовой тренинг дает отложенный, так сказать, отсроченный эффект по сжиганию жира. Если мы таки заставим организм восстанавливать мышечные волокна, которые пострадали, то он это будет делать с использованием определенной энергии. И вот в режиме покоя во время восстановления организм активно использует жиры. То есть, за счет силового тренинга мы заставляем организм много работать во время перерыва между тренировками. Во время отдыха он продолжает восстанавливать мышцы, сверхвосстанавливать, кормить их в состоянии покоя. Поэтому силовой тренинг все-таки работает на жиросжигании. Еще 10 секунд сильно влияет. О, пятерки появились. Тут надо вес и темп подобрать так, чтобы именно к концу этим 30 секунд становилось тяжело. Сейчас было ближе. По рекомендации Володи Кравцова, значит, 3 всего. Так бы я делал еще четвертую, но значит, он рекомендовал сделать 3. И сейчас в этой схеме тренинга подразумевается большой перерыв. Он рекомендует делать минут 5-7 между вот такими вот сериями. Поэтому сейчас я заканчиваю на это время с жимом и побегу, быстренько сделаю тягу. Там я буду работать уже в другом режиме, просто заполняя паузу между вот этими подходами. Это у нас всего лишь был первый большой подход вот этого вот серия, вот этого статодинамического тренинга. Я, во-первых, не бодибилдер, и я не тренирую мышцы. Ради мышц не стоит у меня задача косметической, какой бы то ни было тренировки. И, по сути, я делаю вот это упражнение в качестве вспомогательного к тому, чтобы научиться подтягиваться. Мне нужна функция, то есть я хочу выполнять какое-то нужное мне в жизни движение, гипотетически. И от этого у меня отталкивается весь тренинг. Вешу. Ну пошли, если хочешь, нам подтянемся, покажу, о чем идет речь. На самом деле у меня рос сын. И когда ему было лет 6-7, я точно не помню, занимался он спортом, и мы начали их там учить подтягиваться. И папа решил, что неплохо было бы быть примером для сына. Дай-ка я покажу сыну, как надо подтягиваться. И подтянулся, а был у меня к тому моменту очень большой перерыв. И подтянулся как-то не очень убедительно, мне самому это не понравилось. Я думаю, блин, какой-то я не очень хороший пример. Очень стыдно уже. И поэтому я стал подтягиваться, для того, чтобы как-то не было стыдно. За это время сын успел немножко подрасти. И самое что забавное, ну, успел научиться подтягиваться. Причем существенно лучше папы. Если брать подтягивания с весом, с дополнительным, тут он меня обскакал очень прилично, и мне здесь до него далеко. И я, честно говоря, все думаю, как бы мне так научиться теперь. Просто забывать чуть-чуть тяжелее. Да. Сколько ты вот лучше у тебя? 40 килограмм я. 11 раз. 41. А с полтинником ты тоже подтягивался, да? Да, за 5, наверное, 4. Да, ну вот у меня такие вещи не получаются, вот, к сожалению, да. Вон, я на кроссовере подтягиваюсь зато. Я работаю, так сказать, в читинге с побольше весами. Я как-то так подзабил себе это плечо. Оно, зараза, у меня и так травмированное, болит. И мне сейчас подтягиваться стало откровенно неудобно. У меня руки не выворачиваются. И больно. Поэтому вот именно сейчас не самая лучшая ситуация. Я некоторое время назад прилично, так сказать, наработал это движение. У меня неплохо получалось. Установил свой личный рекорд в жизни. Я подтянулся 40 раз. Вот. И при этом весил я на тот момент где-то килограмм 115. Не был там легкий, как бы, в общем. Подтягиваюсь я достаточно грязно, как говорят, там, нечистое движение, динамично, там, с рывочками и все. Ровно потому, что использую просто как некий прикладной навык. Если мне пригодится в жизни куда-то там залезть или подтянуться, то я не буду висеть солдатиком и соблюдать строго технику, куда-то вылезая. Ну, потому что это абсолютно придуманная история. Больно, больно. Плечо не идет. Ради съемки иду на неоправданный риск. Жим около предельного веса. Без двух страхующих по сторонам даже. Тренинг, помимо того, что направлен на то, чтобы в целом немножко увеличить и объемы мышечные, и какой-то определенной прибавки в силе они тоже могут дать, они еще увеличивают мощность выполняемой длительной работы. То есть увеличивают еще и функциональную выносливость. То есть если приложить это к каким-то действиям, ты можешь быстрее ехать на велосипеде, быстрее бежать или еще что-то. То есть совершать более мощную работу, не закисляясь длительное время. Вот сейчас первые признаки появились. Закисление. Чуть-чуть не хватает времени. Наверное, все-таки надо мне больше, чем 30 секунд. Причем здесь вот количество повторений неважно. Немножко темп меняешь. Главное именно время нахождения под нагрузкой и непрерывность нагрузки, напряжения. Самое, что интересно, что... Признаками закисления как раз и является жжение, которое появляется в мышцах. И вот в процессе вот таких вот статодинамических упражнений очень четко чувствуется, что через сколько-то секунд начинает накапливаться это жжение от подхода к подходу. Оно увеличивается и в последних подходах оно становится, как вот они рекомендуют, буквально нестерпимым, что человек отказывается от выполнения движения не потому, что у него, в общем-то, вроде бы нет сил, а потому, что он терпеть не может уже даже нарастающая жжение. Это уже было на что-то похоже. Уже было тяжеловато. Так уже появилась некая жжение. Правда, нельзя его назвать нестерпимым. Все-таки не ловлю пока этого закисления. А насчет того, кардио, я использую немножко сейчас кардио, но не с точки зрения жжигания, а для некой функциональной выносливости. В небольшом объеме порядка всего минут по 20 с непрерывным увеличением нагрузки, как правило. То есть я увеличиваю. Я хожу по дорожке, значит, немножко поначалу угол наклона меняю от 0 до 15, там, что-то там градуса, процента, не знаю. И потихонечку увеличиваю скорость. То есть у меня идет непрерывная такая горочка. В общем-то, я сейчас так скорее именно на то, чтобы подышать, продышаться. Это не как инструмент сжигания жиров. Сейчас расскажу. Достаточно специфическое упражнение, как я сказал, я подсмотрел на канале YouGifted. Его показывал Алексей Пермяков. Достаточно давно, снят был этот ролик. Я посмотрел, думаю, очень интересно. Чем оно мне нравится? В отличие от многих упражнений на дельтовидные мышцы, его можно выполнять в достаточно грязном читинговом стиле. Это мое. Если посмотрите то видео, где показывал Алексей, он работает по-другому. Он работает с небольшим весом и достаточно чисто. То есть у меня формат все-таки другой. Но вот мне это близко зато. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Грязно. В маленькой амплитуде. Ну, зато со всей дури. Те блины будем разбирать оттуда, прямо сюда. У меня реально какое-то время назад начались проблемы в пояснице. Я по утрам вставал с кровати и долго разминал поясницу, чтобы банально завязать шнурки. Поэтому я использую это упражнение сейчас как некий такой вот способ профилактики проблем поясницы. Оф, сейчас разомнусь на этом. Здесь тоже начинаются какие-то дурацкие истории, типа, дай-ка попробую побольше. И вроде головой-то понимаешь, что нафиг не надо. Ну, потому что цель, которая была поставлена вначале, она вроде бы достигается и со всеми такими самыми. Но все равно азарт какой-то. Вот это шило, которое в заднице, оно что-то толкает и толкает. И поэтому я потихонечку добавляю, добавляю. И вот сейчас стал даже периодически делать что-то типа проходочек таких. Ребята, сделаю побольше, побольше. Тут еще сложно, что равновесие приходится держать. Сейчас взял несимметрично, ее повело. Дело в том, что я много лет не тренировал спину себе вообще никак. И у меня на самом деле, невзирая на то, что я мастер спорта по пауэрлифтингу, в жизни было категорически мало тренировок становой тяги. Это было так смешно, что я сначала в первой своей соревновании выступал, было двоеборье, потому что еще не открылся такой вид спорта, как пауэрлифтинг. И мой первый старт был жим, присед и жим. Потом ввели двоеборье, но оказалось, что ввели возрастные категории. Я тогда был молодой, а юниоры у нас тогда были до 23 лет включительно. И у нью-йоров почему-то тогда оставили тоже двоеборье. А потом вроде как появилось двоеборье, и я к соревнованиям всего несколько тренировок успел провести. И так получилось, что выполнил мастера спорта. А потом я попал в аварию, сломал себе коленку, и у меня пауэрлифтинг закончился. И так как бы получилось, что я, будучи вроде как мастером спорта по пауэрлифтингу, тренировок именно конкретно в становой тяге, наверное, в своей жизни имел всего штук 10, может. Ну, не помню, ну, мало конкретно. Это какие-то считанные тренировки. Себя специалистом в становой тяге вообще не считаю. Никогда я ничего много не тянул. В общем, как бы в 100 кг я тогда для мастера вытянул 267 кг. Ну, тогда вот без экипировки выступали. 260 присел, 200 пожал и 267 потянул вот ровно тогда на мастера. Так вот, поэтому тренировка спина у меня не шибко от природы здоровой. Никогда я ее особо не тренировал. И много лет я ее не тренировал вообще. И поэтому потихонечку, когда я начал рассказывать укреплять себе поясницу, что-то вот хочется хоть как-то, хоть что-то поподнимать, хоть в каком-то движении, да, там, хоть в этом. Потому что становая не получается, там, коленка мешает, там, туда-сюда. Ну, может, хоть здесь чуть-чуть как-то себе там в качестве какого-то такого бонусика, там, типа, стимула для тренировок, который азарт какой-то придает. И хочется вроде что-то на тренировку идти, там, упереться. Наверное, все-таки надо пробовать. Но здесь будет, если я сниму, если получится, то будет совсем мало, я думаю, съем. Там амплитудка-то должна в любом случае быть небольшой. Здесь вот именно сам факт ее содрать. Да, тяжеловато. Даже держать неудобно. Бицепс уперся. У меня синяк, наверное, отсюда. Друзья, это была жиросжигающая тренировка по версии Павла Бадырова. С момента наших замеров прошло уже две недели. Это значит, что еще через две недели мы выложим предварительные результаты. То есть результаты за месяц. В следующий понедельник мы покажем тренировку Сергея Вяля. И не забывайте, что этот проект, Пари, идет параллельно проекту Тюнинг и закончится с ним в одно и то же время, в середине сентября. Теперь мы с вами встречаемся два раза в неделю. Поэтому до скорой встречи.